Какого мира мы стремимся добиться? Не мира исключительно для американцев, а мира для всех людей. Не мира только в наше время, а мира на все времена. Молния, похоже, официальная. Президент Кеннеди умер 38 минут назад. Это подозреваемый. Ли Освальд. Ему 24 года. Кто на самом деле убил Кеннеди? Был ли заговор? После отчета комиссии Уоррена прошло время, и теперь мы знаем намного больше. Теории заговора превратились в факты. Комиссия Уоррена успешно обманула весь мир. Назначение директора ЦРУ Алина Даллеса в комиссию Уоррена — одно из величайших мошенничеств в истории Америки. Документы утаивали и ФБР, и ЦРУ. Спецслужбы все делали неправильно, потому что они искали заговор. Вооружившись фактами, мы вернемся в прошлое, попробуем восстановить события того дня и раскрыть их истинные причины. Комиссия считает, что одна и та же пуля попала и в Кеннеди, и в Конноли. Я в это не верю. Это волшебная пуля. За Освальдом следили еще за 4 года до убийства. Они даже читали почту его матери. В первый же год Кеннеди нажил в себе много врагов. Он поклялся уничтожить ЦРУ. Вы хотя бы раз в жизни прибегали к насилию? Он был замешан в этой истории. Когда ты убиваешь президента на улице американского города, ты посылаешь некий сигнал. Когда права одного человека находятся под угрозой, ущемляются права всех остальных. Если Америка хочет быть демократическим обществом, мы должны докопаться до истины. Раскрыть это жуткое преступление, которое продолжает будоражить умы людей. Эта нация не будет свободной, пока не станут свободными все ее граждане. Как убили Джона Кеннеди. Смотрите в кино. Субтитры сделал DimaTorzok